Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами мои любимые роллы от Ебоша. Ура! Их новый сет, сет месяца, который называется Winter. Здесь 70 штук и стоит всего 32,90, но только до конца этого месяца этот сет на скидки. 70 штук идеально подойдет для компании с 4-5 человек, можно даже на день рождения. Или на корпоратив, что входит в этот сет. Это, естественно, моя любимая Филадельфия. Жареные роллы, здесь есть и с рыбкой, и с сыром, как я понимаю, да. Спайсы с креветочкой, мои самые любимые. Маки с крабом и сырный ролл. Наконец-то вот что-то я получила, и то подглядывая. Ссылочку обязательно я вам оставлю внизу в описании под видео. Многие мои зрители также, как и я, очень часто заказывают у Ебоши. Они тоже обожают эту доставку, так же, как и я. Я вот абсолютно честно вам могу сказать, что это самые любимые роллы. Обязательно переходите, подписывайтесь на страницу Ебоши и заказывайте подобные прекрасные роллы. А мы, пожалуй, начинаем, потому что я очень голодная. И хочу, как всегда, начать с моих любимых спайсов с креветкой. Я, кстати, разместила намного больше, чем делаю обычно. То есть здесь в ряде у нас получается 6 штук. Макаем. Обожаю. Обожаю их спайсы с креветкой. Это просто настолько вкусно. Просто вау. Очень вкусно. Обожаю их роллы. Дальше у нас любимая наша с вами Филадельфия. Мне кажется, Филадельфию любят абсолютно все. Прямо знаете, тают во рту. Вот реально, не преувеличиваю. О чем я сегодня с вами хотела поговорить. Я вам хотела рассказать о своем опыте игры в Portal Games. Я хотела пойти туда и снять для вас еще и видео. Хотя бы шоц о том, как, что проходит. Но это сделать просто чисто физически невозможно. Потому что у вас отнимают телефоны. И даже отнимают часы наручные. Если это был в очередь, какие-то электронные часы. Чтобы вы не могли ничего снимать. Не могли светить этими часами. Там есть разная степень жесткости. И мы решили, так как мы все взрослые люди. Мы выбрали ультра хард. И сделали, кстати, большую ошибку. Точнее, не знаю, насколько это ошибка. В общем, игра началась. Нас завезли в такой вагончик. Там было темно. Не знаю, насколько это можно рассказывать. Но реально было интересно. Это такой квест. Который нужно пройти. Я не знаю, мы максимально тупили просто. Но самая фишка заключалась в том, что резко выключался свет. Появлялся актер. И начинал тебя бить. Вот реально, не преувеличиваю. Бил достаточно сильно. Мне досталось меньше всех. Но реально. То есть, на тебя хотят нагнать ужас. Я, конечно, это все понимаю. Вот, но настолько сильно бить. Это как-то, ну, слишком, если честно. Мы подофигели. Приди не заплатили деньги. С человеком 12 долларов, 20 манат. И просто ты пришел, и тебя избивают. И мы сразу там помахали в камеру. Ну, и как сразу? Ну, нас хорошенько так избили, если честно. Мне повезло больше всех. Я спряталась за всеми. Их били. Я просто слышала это. Прям, знаете, такие жесткие удары. И я слышала, ай, ай, уф. Мы были, получается, вчетвером. Это моя подруга-визажист. Со своим мужем. И еще один наш знакомый. И, в общем, мне повезло больше всех, что я спряталась за ними. У меня, если честно, не побили так сильно. Ну, пару раз по башке мне тоже досталось. Ну, а так, в общем, не так сильно. Ты себя чувствуешь, как в фильме ужасов. То же самое задание. Тебе нужно открыть ключ, перейти в другую комнату. Там тоже надо искать разгадку, как выйти из этой комнаты. Максимум можно два раза взять подсказку. Но мы, честно, стояли, тупили и никак не могли понять, что к чему вообще. Первая комната, мне кажется, была самая сложная. Наверное, неправильно об этом рассказывать. Так, на такую большую аудиторию. Потому что другим людям, которые пойдут туда, будет неинтересно. Еще, как бы, получается, я раскрываю их секреты. Именно поэтому они не разрешают снимать. И так далее. Не разглашать. Вообще, изначально они подписывают. Ты подписываешь документ о том, что если у тебя что-то произойдет в сердце, проблемы какие-то со здоровьем, ты сам несешь ответственность за все это. Мой любимый спайс из креветка. Идите сюда. Гули-гули. Гули-гули. После того, как нас хорошенько избили, уже реально стоять на ногах было сложно. Ну и неприятно, понятное дело. Кому это понравится? Что это за развлечение такое вообще? Потом мы помахали в камеру и предъявили, что это такое вообще. Там актер, он очень такой высокий, огромный. Он в маске, в костюме. Мне кажется, на нем какие-то очки, которые видят в темноте. Потому что он конкретно... Мы его не видим, а он нас видит и бьет. Ну как-то так было, короче. Я честно не преувеличиваю, кто был в этом филиале. Причем муж моей подруги, он был в других филиалах, тоже на такой степени жесткости. И он говорит, там тоже били, но били не настолько сильно, как здесь. Квест до конца пройти нам не удалось. Время закончилось, плюс мы еще очень тупили. Вы знаете, почему? У нас такой шок был. Мы никак не могли оправиться от этого шока. Поэтому и тупили. У меня реально руки дрожали. Я не знаю, если вы хотите каких-то острых ощущений, то Portal Games это интересно, конечно, да. Что-то необычное, если вам уже эти рейстики уже надоели, доставки ролл и все остальное. Но для меня, если честно, лучшее развлечение, не знаю, посидеть, покушать роллы, посмотреть какой-то фильм, отдохнуть, поболтать, пообщаться. Не знаю, мне как-то интереснее это. Я не знаю, мы так сильно тупили, или действительно разгадки в этих комнатах были достаточно такие непростые. там стоит камера. И они видят, что там происходит. Мы в камеру сказали, мы не хотим, чтобы нас так избивали. нам сказали, что окей, дальше будет не такая степень жесткости. Мы думаем, ну слава богу. Актер реально выполнял свою функцию просто на ура. Реально очень крутой актер. очень правдоподобно все это было. Ты сначала оплачиваешь все услуги. Мне еще странно показалось, что нам сказали снять все режущие, колющие предметы, там если какое-то кольцо или еще что-то. Потому что реально я помогла бы повредить себя или повредить его этим кольцом, когда отмахивала тебя от него. Вы бы сказали, да, можно же в ответку ударить актера, да. Но смысл в этом какой? То есть ты выходишь из игры, если ты начинаешь драться, например, с актером, да, так не предусмотрено. Вообще декорации все было сделано очень правдоподобно, очень действительно интересно, необычно, но скорее всего это просто не мой вид отдыха. не то, что я получила какую-то долю эндорфина, скорее, наверное, я просто стрессану лаку. всего там, по-моему, 4 или 5 комнат. Наверное, если бы с нами не было бы жены моей подруги, мужа моей подруги, мы бы, наверное, и так и остались в первой комнате. Не знаю, опять же, я не профи, но мне кажется, было бы интереснее, если бы там были какие-то животные необычные, какие-то пауки, тараканы. Я вот что-то такое ожидала, что-то, знаете, противное, да. А тут было чисто просто измерение, честно. Было бы интересно, если бы там были какие-то змеи, какие-то необычные животные, может быть. И нужно было проходить эти испытания, не знаю, забрать ключ, например, из какой-то коробки, в которой, например, змея. Вот это вот было бы интересно. А то, что просто свет выключается и тебя начинают избивать, такой дышь, 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 и ты такой, блин, куда я попал? Вот. Не знаю, опять же, на мой вкус, возможно, вы считаете по-другому. Кто живет в Азербайджане, напишите, пожалуйста, в каком филиале вы были и понравилась ли вам игра. у меня племянница, по-моему, шла. Но там было безобидно. Ну, возможно, потому что они дети. Когда я пришла, и маме рассказала, мама так начала смеяться с этого всего. Ну, мама говорит, вам действительно просто нечем заняться. Вы взяли, заплатили деньги, чтобы вас чисто отмутузили, чисто избили. Вот, говорит, развлечения. В наше время, говорит, таких развлечений не было. В наше время было кино, домино, да погулять, чтобы пойти командой на такое. Но, если честно, я не ожидала. Вот я просто представляла себе немножко по-другому. И, возможно, если бы я была бы организатором подобных мероприятий, я бы как раз-таки сделала так. Змеи же есть какие-то неядовитые, но зато от их внешнего вида становится страшно. Вот что-то такое. Но я вам пытаюсь, знаете, так поверхностно рассказать, специально. Я не хочу говорить прям подробно, что было, как было, чтобы, возможно, вам тоже было интересно пойти и ощутить это все на собственной шкуре. Вот, поэтому я стараюсь как бы все не рассказывать вам. Вот, знаете, я однажды читала книгу Дарьи Донцовой и у меня одноклассница, как сейчас, помню, увидела эту книгу, посмотрела на обложку и такая, говорит, а, я это читала. Я уже не помню, как она сказала, убийца, там тот-то-то-то, там садовник-убийца. И у меня в голове такой, зачем? Зачем ты это сказал? Я наелась, действительно, этот сет просто безумно сытный. Идеально подойдет компании из пяти человек и стоит всего 32,90. Ссылочка, как всегда, внизу. Обязательно переходите и заказывайте. Также обязательно подписывайтесь на канал. Сегодня пасмурная погода, на улице дождик, достаточно грустно. Поэтому, несмотря на то, что время всего 12, я включила искусственное освещение и надеюсь, что картинка получилась классная. На этом все. Всех люблю. Пишите комментарии. Пока.